Мы в прошлом году в рамках выстраивания бюджетной политики уделяли внимание не только реагированию на вызовы, с которыми мы столкнулись, но и на поддержку людей, бизнеса, на цели, на проекты, которые, собственно, у нас являются одними из основных задач. И прошлый год показал, что, несмотря на все ограничения, с которыми мы сталкивались, мы те задачи, которые были поставлены, в основном-то их выполнили и обеспечили в полном объёме финансовыми ресурсами. Для этого у нас был увеличен общий объём расходов, плановый объём расходов был увеличен более чем на 6 триллионов рублей. 6 триллионов рублей. И общий объём расходов составил 31,2 триллиона рублей. Такого никогда объёма у нас не было в истории. И мы эти расходы профинансировали как за счёт дополнительных доходов примерно на 2,8 триллиона рублей. У нас действительно возросли нефтегазовые расходы на 2 триллиона рублей и ненефтегазовые, которые от экономики идут, на 760 миллиардов рублей. Поэтому это один из ресурсов был. И второй ресурс – мы активно участвовали на рынке заимствований. Действительно, мы вместе с банками привлекли дополнительные ресурсы, около 3,5 триллионов рублей с рынка только взяли, для того, чтобы профинансировать расходы. И да, у нас чуть больше дефицит, чем мы планировали. 2,3 процента ВВП. Но, если мы исключим, а, наверное, правильно исключать отсюда те деньги, которые мы направляли государственным небюджетным фондам на компенсацию недополученных доходов в результате отсрочки, которую мы предоставили для бизнеса, то дефицит составляет 1,8 процента ВВП. То есть это укладывается в те параметры, которые вы определили как бенчмарки нам на этот год и на следующий год. Что важно? Что важно? Что в рамках расходов мы… Вот вы говорите про рынок труда. И мы помогали, обеспечивали, значит, меры по поддержке рынка труда. 28 миллиардов рублей на это было направлено. Но это не самое главное. Самое главное, что мы помогли людям. Мы проиндексировали все плановые расходы на повышение пенсии на 10 процентов в союзе. Мы проиндексировали МРОД и прожиточный минимум на эту же величину. Это почти 500 миллиардов рублей дополнительно направлены были на эти цели. Мы начали новые выплаты для семей с детьми, которые с текущего года уже вышли на единое пособие. И в прошлом году на эти цели от поддержки семей с детьми от 8 до 16 лет было направлено более 400 миллиардов рублей. Тоже это новации, которые мы не планировали в прошлом году. Но в результате необходимости поддержки наиболее нуждающихся наших граждан запустили эту меру. Создан единый социальный фонд. Были поддержаны наши предприниматели. Помимо отсрочки, о которой мы говорили, мы предоставляли субсидии на проценты по кредитам. Потому что кредиты должны были быть доступны для продолжения развития производства. Помогли предприятию. Помогли нашим строителям, удорожали, компенсировали удорожание стройки и так далее и тому подобное. Много что было сделано. Много что было сделано. И в целом мы считаем, что бюджетная составляющая во многом повлияла и на динамику в целом ВВП. Потому что мы внесли вклад как государственный спрос в ситуацию развития экономики. И самое главное, поддержали людей в этот непростой для страны период. Спасибо.